Деревья в более сотни, один автомобиль и два человека с множественными переломами. Такой печальный отчет оставил после себя недавний шквал, который пронесся по улицам Одессы. Соцсети бурно отреагировали на это временное господство неудержимой стихии. Вот огромный платан притоптал старика-москвича и оборвал провода. А это балская дорога. Большое дерево рухнуло на мужчину, еще одно упало на человека в районе небесной сотни. Оба оказались в больнице с серьезными травмами. Пациент, который сейчас находится в хирургическом отделении, 62 лет. У него травма грудной клетки с множественными переломами ребер с обеих сторон. И второй пациент, это пациент 44 лет. Он находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом костей правой голени. Пациенту была оказана квалифицированная медицинская помощь. На утро состояние пациентов остается стабильно тяжелым. Сейчас прогнозы положительные, но обоим пациентам могут понадобиться дополнительные операции и реабилитация. Мы находимся во дворе на героев пограничников 3, где ветки рухнули прямо на детскую площадку. Благо, произошло это рано утром, когда здесь никого не было. К счастью, никто не пострадал. Но поврежденное дерево продолжает опасно нависать над площадкой. На месте уже работают коммунальщики, потому угроза будет вскоре устранена. В этом дворе деревопад – частое явление. Жалуются местные. Постоянные обращения в ЖКС безрезультатны. Инициативные жильцы, не дожидаясь коммунальщиков, сами принялись спиливать опасные ветки. Упало дерево вчера, а на выходных упала большая ветка. На вот этот вот гараж зацепило еще одно дерево. Пришли жековцы, попилили, чисто сняли с гаража, побросали и ушли. Что пришлось вам делать? Самому брать бензопилу и подпиливать деревья. То, что достаю, то, что соседи разрешили, то и делаю. Месяц назад на этой же детской площадке едва не произошла трагедия. Тогда спасла случайность. Мы покатались, это было дневное время, дети ушли на дневной солнце. Через час ветка упала буквально на две этих качели. Тут же я написала нашему представителю ЖЭКа, он сказал, да, мы уберем. Я говорю, надо это, ну, чистить все остальное, это нас уже не касается. То есть это все горзелентрест. То есть это действительно регулярно на детскую площадку. И это происходит в дневное время, в ночное время. То есть люди здесь постоянно. Две бригады электриков и горзелентреста последствия шквала во дворе устранили. Вот только жильцы этому не рады. Опасные ветки все еще нависают над домами. И повторное падение лишь вопрос времени. Говорят они. Сейчас солнце выглянуло из-за облаков и между оппонентами наступает перемирие. Но стоит ветру усилиться, жители и коммунальщики снова сводят старые счеты.